У меня периодически приходится слышать, что западная помощь идет только на определенные нужды, а деньги, которые собираются в виде налогов внутри Украины, это, как говорится, другая тумбочка. Объясните, пожалуйста. Спасибо огромное, Евгений, что вы задали именно этот вопрос, потому что это следующая политическая мифологема, которую я хотел бы прямым текстом опровергнуть. Если мы проанализируем, а мы в нашей группе «Украина экономика Outlook» анализируем бюджет детально каждого года и 2022, и 2023, и 2024, мы не обнаружим ни одного года, ни одного квартала, где внутренних доходов хватало бы для тех расходов, которые мы несем наоборот. То есть это не просто не так, это никогда не было так. Украина никогда, ни одного дня не была способна вести широкомасштабную, континентальную, почти мировую войну за средства своей скромной 200-миллиардной экономики. Потому что не существует, как правильно сказал один из коллег, не существует такой математики ставок налогов, чтобы страна с ВВП в 160 миллиардов финансировала войну размером в 100 миллиардов в год. Так, подождите. Военные расходы – это 50 миллиардов или 100? 50 миллиардов – это только то, что мы ведем в денежном выражении в бюджете. Мы предполагаем, но я тут не военный эксперт, но если смотреть на цифры, которые публикуются на сайте Берлого дома, я не понимаю природы этих цифр, но мы остаемся только доверять. Примерно столько же еще тратится, когда зажать снаряды, мы же не понимаем их балансовую стоимость, ракеты, танки, еще не финансово, но, грубо говоря, железом еще на такую же сумму Украина получает помощь. То есть деньги и железо? Да, деньги и железо, но деньгами – это 40-50 миллиардов в год, и прошлый год, и этот год. Так вот эти деньги, Украина вольна расходовать на те нужды, на те статьи бюджета, которые она полагает необходимыми? Или они жестко привязаны к каким-то… Смотрите, как и любая суверенная страна, конечно же, вольна. Но, конечно же, как и любая страна, которая закредитована на 50% размера бюджета, мы вынуждены проводить консультации, и можно их даже назвать «согласование» с нашим ключевым пулом кредиторов, который представляет Международный Украинский фонд. Украина утверждает бюджет на каждый следующий год. Там есть военные расходы, есть гражданские расходы. МВФ видит этот бюджет и также опрувит его, и затем наполняет помощью ту часть, которая нам не хватает. Сколько мы соберем налогов, мы отчитались, а вот сколько нам еще не хватает для ведения широкомасштабной мировой войны. Вот нам нужно еще столько, и нам эти деньги дают. Так сколько было налогов в 2023 году? Сколько было, простите? Сколько поступлений в бюджет за счет сбора налогов? Порядка 40 миллиардов долларов, и еще 42 мы получили в долларах внешней помощью. 40 миллиардов долларов примерно – это сбор налогов внутри страны разный, да? Абсолютно верно, да. И практически столько же, чуть больше. Да, чуть больше. А в этом году, я так понимаю… В этом году мы опять соберем налогами 40-42, в лучшем случае. Но уже подписана внешняя помощь – это по самым пессимистическим сценариям 46, но пессимистический сценарий не сработал, потому что нам выделили еще дополнительно 50. Если из этих 50 хотя бы 10-20 придет, это радикально поменяет математику бюджета. Ну, в любом случае, ну, будет 50, 60, 70 миллиардов, не знаю сколько. И это, ну, это все изменится. Но в любом случае, я как гражданин Украины очень спокоен, что мы сидим на хорошем финансовом запасе. Хорошо, но я тогда не понимаю, Украина не может… Зачем в этих условиях повышать налоги? Я тоже, Евгений, и это меня мучает ужасно. Потому что целый ряд народных депутатов Украины, я когда просто смотрю на людей, которые всерьез это обсуждают, простите, ради бога, у меня складывается впечатление, что вот вы очень грамотно сейчас разобрали, заставили меня сказать ключевые цифры, чтобы все понимали, ну, макроэкономические пропорции, в которых находится Украина. И вот, зная эти ключевые цифры, как это можно даже вообще обсуждать? Ну, для меня это загадка. Ну, или второе объяснение, которое я не люблю, политическое, что это специальная диверсия кого-то. Но кто не хочет счастья моей стране, и кто хочет, наоборот, подорвать внутренний фронт экономический, понятно, что это универсальный способ подрыва экономики, повышения налогов. Блокировка накладных, налоговые десанты, это такие меры, которые здоровую экономику могут убить в мирное время. И когда они применяются... Я, собственно, начал говорить про другое, чего я не понимаю. По Украине бьют многотонными бомбами, снарядами, ракетами разных модификаций. Это не может не уничтожать часть экономики, за счет чего она восстанавливается. Вот, условно говоря, я очень схематично говорю, оккупировали территории, на которых находятся промышленные предприятия. Некоторые из них разрушены, едва ли подлежат восстановлению. Вспомним хотя бы мариупольские металлургические заводы, и не только их. Это же минус от ВВП, за счет чего... Безусловно. Давайте коснемся... Хорошо, я приведу цифры по металлургии. Вы не любите, когда я привожу цифры, но без них нельзя. Металлургия. До войны это примерно 3 миллиона тонн выплавки чугуна, стали, проката. И примерно 3,5 миллиона тонн добычи руды. По трем видам стали. Падение 70%. И это невосстановимые потери. ММК имени Ильича, Азовсталь, в Мариуполе. Ну, то есть, не подлежат восстановлению. Или на их месте нужно строить другие заводы, или такие же, или вообще просто другие. И это уже никогда не вернется в наш ВВП. Это те невосстановимые потери, о которых вы сказали. Тем не менее, 30% выплавки у Украины осталось. Об этом говорит экспортная статистика каждого месяца. Мы экспортируем стали, 30% от довоенного уровня. Каждый месяц. 70% умерли навсегда. Теперь, по руде. Часть ГОКа восстановилась. Не нужно столько руды, когда у нас меньше медкомбинатов своих. Но стоило немножко подрасти мировой цене на руду. Вы знаете, насколько восстановилась добыча руды и экспорта? На 85%. Мы сейчас минус 15% от довоенного уровня добываем и экспортируем железную руду. Вот так вот, Евгений. Ну, значит, слава богу, русские не успевают бомбиться. Значит, слава богу, ГОКи громадные, разбросанные, с крышным методом их когда-то строили. Там, куда ни кинь бомбу, ничего не произойдет. Работают и слава героям, которые работают под этими обстрелами. Но статистика говорит об этом. Да, 30% у нас осталось от металлургии. Сельское хозяйство. До войны... Давайте сначала энергетику возьмем. Сколько разрушено ТЭЦ и прочих электростанций? Евгений, я знаю эти цифры, но они закрыты. Я не хотел бы приводить точные данные. Мы понимаем, что Украина сейчас... Это сократило... Согласно открытым обнародованным данным, мы в связи с тем, что сейчас ядерные реакторы находятся на летнем плановом ремонте, производство электроэнергии находится на уровне 40% довоенного. Ясно, что этого не хватит зимой ни населению, ни промышленности. Ну, никому. Уже сейчас не хватает. Частоту блэкаута вы видите в Киеве. И есть огромная надежда на то, что, как сказал Владимир Александрович, мы на 1 гигабайт успеем докупить маневренных мощностей еще в этом году и на 3 в следующем. Я также надеюсь, что сильно повысится производство электроэнергии на Хмельницкой и Ровенской атомных станциях, которые сейчас находятся на плановом ремонте. Потому что потеря генерации электроэнергии от отключенных атомных станций сильно больше, чем от разбомбленных трансформаторов. Насколько я понимаю. Но я не эксперт. И пока что эти данные закрыты. Я бы с удовольствием их хотел сам обсудить со специалистом, которым я не являюсь. Я знаю, что, естественно, потребление электроэнергии промышленности с начала войны упало на четверть. Еще до начала массивных бомбардировок 1923 года, когда они, собственно, и стали наносить ощутимый вред нашей энергетике. Потом, помните, мы восстановили, что в Киеве уже не было восстановления, ну, в течение света. Мы уже доживали конец зимы абсолютно счастливо. И предприятия на генераторах были. И они даже уже почти перестали включаться весной. Потом опять возобновились эти обстрелы. Ситуация динамическая. Прогнозировать ее, я думаю, сложно даже офицерам Минобороны. Не то, что нам с вами. К тому же, повторюсь, ключевые данные закрыты, и они должны быть закрыты. Насколько я понимаю, что Украина не потеряла, ну, потеряла огромную часть генерации в связи с оккупацией Запорожской атомной. Но для, с учетом оттока населения, спада промышленности и всего остального, нам Ровенской и Хмельницкой хватает, плюс тепловых. Ну, как, с перебоями хватает, но это просто как я вижу. Я не хочу, ну, как бы дальше об этом рассуждать. Это покажет зима. Пока что апокалиптических сценариев у нас нет. Ну, то есть, может быть, усилится промышленный спад от нехватки электроэнергии. Города будут запитаны. Ну, к являниям привыкли, а будем утром и вечером иметь свет. Но, в конце концов, война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова